Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Вчера ездил на сама заготовку бензопилой, пилил там орехи соседям с таким расчетом, что можно было еще что-то хорошее выбрать там себе и забрать. Этого хорошего, вот уже какое-то количество тут у меня сложено, но это не одно место, где сложены такие пенечки. Но после таких поездок, вот в машине настоящий бедлам. Собирать это все пылесосом, но нет никакого желания. И сейчас покажу своего помощника, который с этим мусором прекрасно справляется. Только все двери нужно в машине открыть, чтобы мусору было куда вылетать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы в конце тут мусор не сильно разлетался... Здесь есть пониженные обороты... Продолжение следует... Где еще можно на автомобиле применить данную ветродойку? Фильтр воздушный, наверное... Продавать смысла нету... Его все-таки надо менять... А вот подкапотное пространство... Дунуть ветерком можно... Не каждый раз тут приходится мыть... Можно не залежавшуюся такую пыль... И ветродуйкой сдуть... Ну и где можно применить еще эту ветродуйку? Вот смотрите... Фильтр салона... Это он с внутренней стороны... А это вот... Со стороны улицы... Как-то... Где-то камера... Если лень ехать за новыми фильтрами... Ветродуйка в помощь... Лучше такой продувки... Для фильтра только мытье... Но после мытья надо хорошо... Фильтр просушить... Перед тем как ставить на автомобиль... Сушить всегда некогда... Поэтому... Довольствуемся только продувкой... Меня как-то спрашивали... Можно ли этой... Воздуходувкой очищать... Фильтр строительного пылесоса... Просто компрессоры не всем охота тягать... На объекты, чтобы продувать фильтры... А макитовского инструмента... У всех полно... Аккумуляторы в наличии... Поэтому... Купив только тузку... Воздуходувки... Фильтры можно продувать... Вот смотрите как я продуваю... Сначала сдуваем... Вот этот мусор... Который... Находится... Между... Складок фильтра... А потом переверну... И продую уже... Сами поры... Если дуть только оттуда... Здесь ничего не очистится... Да, придерживать надо... Теперь переворачиваем... Продуваем поры... Вот и всё... Фильтр готов к работе... Хочу развеять тут пару мифов... Про фильтры... Многие думают, что фильтры с годами забиваются... Их нужно поэтому менять... Всё немножко не так... В связи с тем, что... Пыль это... Абразивный материал... Она наоборот... Дырдочки... Которые тут есть... Через которые воздух и проходит... Пыль постепенно разъедает... В более крупные отверстия... И фильтры надо менять... Вот именно поэтому... А именно... Частицы пыли... Которые могут пролететь через фильтр... Увеличиваются... И если в начале мы получаем... В помещении... Ну вот... Супер очищенную пыль... Через три года... Фильтр уже пропускает не только супер очищенную пыль... А и ещё более крупные частицы... Поэтому... Хотите, чтобы в помещении было чисто... Раз в несколько лет... Хотя бы надо фильтр поменять... Вот видите, у меня... Фильтр, который можно мыть... Я его ещё не менял... Но думаю, это скоро предстоит делать... Возможности ветродуйки... Я уже показал... Теперь давайте... Немножко ближе рассмотрим... Данный инструмент... Вот так называется модель... Обратите внимание... Сделано в Японии... Это самая мощная ветродуйка... Из... Щёточных ветродуек... Вот здесь крышки... С двух сторон... Для быстрой смены щеток... Инструмент достаточно простой... Выключение и включение... Когда нажимаем на кнопку один раз... Полная мощность... Второй раз... Половина мощности... Слышно как мощность меняется... Ветродуйка... На 36 вольт... В данный момент... Работает у меня... От китайских аккумуляторов... На 6 ампер... Выжирает аккумуляторы... Со страшной силой... Вот видно... Что за время видеосъемки... Половина аккумулятора... Вылетели на ветер... На корпусе имеются индикаторы заряда батареи... Как только один из аккумуляторов... Либо два одновременно... Подходят к разряду... Индикатор начинает мигать... Красным светом... Вот видно, что уже один аккумулятор... Требует зарядки... Ветродуйка... Очень шумная... 96 дБ... Скорость воздушного потока... Здесь на корпусе не указана... Указано только что... 4,4 кубометра в минуту... Ветродуйка нагоняет... Ветер гонит... Здесь обычная улитка... В новых моделях... Там как бы стоит такой турбированный двигатель... Те модели уже идут бесщеточные... Воздушный поток у них... Немного... Мощнее... Но это, повторюсь... Самая мощная... В щеточном варианте... Здесь имеется такой удлинитель... Он очень туго надевается... Но снять его можно... Вот так... Если где-то не подлезть... Вот таким хоботом... В принципе можно воздуходувку использовать... И вот в таком варианте... Без данного удлинителя... Хобот... Надевается очень легко... Здесь две защелочки... Да, я забыл сказать... Здесь есть петелька... В комплекте идет ремешок... Воздуходувка не такая уж она и легкая... Ну... Я этим ремешком не пользуюсь... Так как он только мне... Только мешает... Я хоть уже и... Достаточно взрослый... Но удержать такой предмет в руках могу... И без ремешка на плече... Ну... Пожалуй... Вот и все... Что я хотел рассказать... Про... Данную игрушку... В инстаграме... Как это я уже показывал... Как... С помощью... Этой ветродуйки убирал... Свежевыпавший снег на автомобиле... Также расчищал дорожки... Ссылку на инстаграм... Дам... В описании под видеороликом... На этом будем ненадолго прощаться... Всем кому информация была полезна... Пальчик вверх... Подписываемся на канал... Оставляем комментарии... Всем пока... Ну и небольшой такой по скриптам... Я уже несколько раз говорил... Коль... Спасибо за подарок... Внуки тоже оценили... Мячик... Правда... Немножко течеловат... Что-то на скорую руку... Нормального размера... Не смог... Найти... В общем... Внуки могут... Сидеть... Не за планшетами... И телефонами... А вот так вот... Поиграться на свежем воздухе... Ну а теперь точно пока... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...